Этот лагерь проходит в нашем городе уже много лет, это не первый лагерь, но я так понимаю, вы в первый раз приехали в наш город. Ваши впечатления и ваши ощущения в ходе работы международного лагеря? Да, я действительно первый раз в Непропетровске. До этого я была в Киеве, в Одессе, и хочу сказать, что Непропетровск меня очень удивил своей красотой, он намного больше, чем я думала, очень люди нас очень тепло принимают, мы очень чувствуем, что нас здесь ждали, готовились к нашему приезду, и погода нас ласкает, так что мы очень довольны, очень довольны. Какова тема этого лагеря, и что вы, какой месседж, какое главное послание вы хотите дать детям младшей классы? Главная тема в этом году это Пурим, поскольку в этом году лагерь, он как раз выпал на дни Пурима, и мы стараемся взять этот праздник с разных аспектов, конечно, аспект общего ознакомления с самим праздником, с историей праздников, с обычаями праздниками, но и также взять обычаи праздника и рассмотреть их с разных сторон, если это подарки бедным людям, мы говорим с детьми о важности помощи, о важности делиться с тем, что у тебя есть с другими людьми, если мы говорим и делаем с детьми маски, то мы говорим о нашем поведении в разных ситуациях, мы пытаемся взять еврейские обычаи и рассмотреть их и с еврейской точки зрения, и с общечеловеческими ценностями. Насколько трудно сочетать три достаточно разные культуры, израильскую, американскую и украинскую, постсоветскую? Насколько мышление ребят, которые участвуют, большинство из них не имеют опыта жизни в другой стране? Насколько им удается создать одну команду и нет ли конфликта ментальности? Вы знаете, мы обратили внимание, что вопросы межкультурных, разница межкультурная, это проблема взрослых, это не проблема детей. Дети и тинейджеры, они очень быстро находят общий язык, их интересуют песни, их интересует интернет, фильмы, блоги и так далее. Поэтому я вижу у мадрихов, у тинейджеров, есть языковой барьер, но они тоже его успешно преодолевают. А у нас у взрослых, мы взрослые люди, мы терпимы, мы стараемся понять друг друга. Есть такие люди, как я, которые, я живу в Израиле уже 18 лет, я родилась в высших странах СНГ, родилась в Риге, я была много раз в Америке, и я пытаюсь каким-то образом где-то объяснить, где-то подкорректировать, где-то разъяснить. Пытаемся быть друг к другу терпимы и учим этому наших детей тоже. Я знаю, что давно уже есть идея сделать сайт сообщества лагеря Хавая прошлых лет, чтобы он не заканчивался, когда он заканчивался и имел продолжение. Чтобы люди были в контакте и могли рассказать, что с ними произошло, как повлияло на них Хавая в дальнейшем. Есть ли такие планы у Лаги? Конечно, мы всегда думаем о том, как же сделать так, чтобы после того, как лагерь заканчивался, чтобы были бы какие-то следующие шаги. И это очень-очень тяжело, потому что и мы, и дети возвращаемся в свои страны, возвращаемся в свои школы, возвращаемся в свою обыденную жизнь. Мы знаем, что дети, тинейджеры между собой соблюдают связь. Мы очень-очень надеемся вместе придумать, наконец-то, как же сделать так, чтобы Хавая не начиналась и заканчивалась, а чтобы она все время продолжалась. Для нас это большой вопрос, как это сделать правильно. Здесь дети из Хайфа из одной школы или это представители разных школ? Представители разных школ. Это городской проект. У нас есть и религиозных школ, и светских школ, и городская школа, и частная школа. Мы рекламируем программу во всех Хайфских школах и приходят с нас с разных школ. Нет ограничений, с какой школы. А это все, кто хотели поехать или был какой-то отбор? Нет, конечно, конечно, есть отбор. Программа очень специфическая. Здесь, с одной стороны, надо иметь подход к детям, иметь опыт работы с детьми, хотя бы минимальный. Знание английского языка, умение себя вести, жить в компании, в группе. Поэтому, конечно, мы отбирали. Мы делали и вопросники, и интервью, и симуляции. Конечно, мы отбирали. Мы не могли всех взять, и тем более желающих намного больше, чем мест в этой программе. Эта программа очень популярна в Хайфе, переходит из поколения в поколение. У нас в этом году есть две участницы, их старшие сестры участвовали в прошлых годах. Поэтому, конечно, мы отбираем и берем только самых лучших. Нет ли идеи провести подобный лагерь не в Днепропетровске, а в Хайфе, с участием тоже Мадрихов из Бостона и из Днепропетровска? Как вам кажется, это произвело бы какой-то, дало бы тот же эффект? Или это важно, что это происходит на территории, скажем так, не Израиля, а страны исхода? Мне кажется, что это очень-очень важно. Во-первых, потому что в Израиле происходит очень много вещей. В Израиле очень много приезжают. Про Израиль все знают, все слышат. Так оно должно быть, но реальность в том, что в Израиле есть очень много проектов, очень много всего происходит. Поэтому мне кажется, что как раз очень важно взять, я вам говорю сейчас от имени израильска, как израильский координатор, взять израильских детей, которые очень мало знают про еврейскую жизнь вне Израиля. Которые, может быть, немножко знают про Америку, ничего не знают про Европу и, естественно, ничего не знают про еврейскую жизнь ни в прошлом, ни в настоящем, бывший страх САГ. Мне кажется, что для них это очень-очень важно увидеть еврейскую жизнь, прочувствовать ее здесь и понять, что еврейский народ – это не только евреи, которые живут в Израиле, это евреи, которые живут по всему миру. Еврейские общины существуют, живут, развиваются, они приносят еврейский мир, того, что мы не можем создать в Израиле. Таким образом мы пополняем друг друга. Я вижу очень большую важность в том, что это происходит именно здесь. Спасибо большое. И Хакпурим Санайф. Хакпурим Сан.